Много народу, больше сотни человек, и все стали уже пытаться кричать на этого учителя, что что-то наделал, как это возможно. Мальчик уже практически был мертв, у него пена изо рта шла. Но тогда Городев сказал громко всем, зачем вы ругаете учителя? Он не может уже ничего изменить, то, что произошло. Давайте, вы же знаете Ромаину, давайте будем молиться Горуди. Вспомните, когда змей сына Раваны опутал Раму и Лакшмана в свои тиски. Тогда все стали молиться Горуди, и Города прилетела, и этот змей тут же исчез. Давайте мы будем сейчас читать все, повторять эти шлоки из Ромаины, и тогда Рама всемогущий, он может все сделать, это сам Господь. И они действительно стали петь, и Городев повторял эти шлоки, все за ним повторяли громко. И буквально через некоторое время эта змея упалла, она вообще не упускала этого мальчика. Тогда этого мальчика положили на стол, и Городев сказал, давайте будем воспевать Ромаину все время. Это был уже вечер, глубокий вечер. Они всю ночь пели Ромаину, и на рассвете Городев провел пуджу Шиле, шалокрам Шиле на Райне, и провел пуджу, сделал омовение это Шиле, и вот этим водой обрызгал мальчика, обрызгал его рот. И мальчик пришел в себя, друг, он был совершенно мертвый человек, но мертвый мальчик лежал. И после этого он стал очень смиренным, он перестал задираться, задирать своих одноклассников, все. И через некоторое время он стал дома, стал почему-то беспокойным и ушел. И больше его никто не увидел, он ушел в лес, больше его никто не видел. А на самом деле он решил предаться аскезам. И вот через некоторое время, через несколько, много лет, когда уже Городев был в Рихааске, имел семью, в этот Тиварепур, там, в этот поселок, в селении, где проживали его родители, и он сам, они там собирали, делали кумхамелу свою, собственно, и вот туда пришел йог один. Там собиралось много великих вайшнавов и разного рода йогов тоже. И он пришел и сказал, я могу перейти реку в сандалиях по поверхности. И все сказали, ну, давай покажи. Он одел оленю шкуру, оден сандалии деревянные и прошел через поверхность реки, вернулся назад очень гордым. Был таким гордым, что он это сделал. И все жители стали его восхвалять, такой он великий, такой он могущественный. Но староста этого поселка был, я очень много на время, я сейчас уже буду заканчивать. Староста этого поселка был очень мудрой, мудрая личность, и сказал ему, чем ты хвалишься? Ты показал какой-то фокус лидический. А в нашей деревне живет человек, который еще мальчиком оживил ребенка, который укусил из меня. А тот сказал, ой, где он, приведите меня к нему. И когда они встретились, они узнали друг друга. Это был как раз тот мальчик, которого укусил из меня тогда, которого спал с Гурдеком. И Гурдек сказал ему, слушай, жизнь коротка, времени очень мало. Ты прошел, прошло 12 лет. Чему ты потратил, на что ты потратил свою жизнь? На то, чтобы показывать эти эггические фокусы? Разве ты перешел в реку, но сможешь ли ты переплыть океан мирского существования? Сможешь ли ты спасти себя от цикла рождения и смерти от самсары? И тот тогда понял это все и сказал, ой, теперь ты мой гуру. И так или иначе, он потом пришстал вайшнавам. И Гурдек сказал, вместо того, чтобы ты ищешь какие-то дешевые вещи, вместо того, чтобы идти к бхакти, искать бхакти и развивать в своем сердце. И прийти к Господу. И тогда тот получил у вайшнавов посвящение. Его был на долине Прайоджин, кстати. И он стал вайшнавом. И я хочу сказать, что мы все, на самом деле, этот пример очень показательный. Мы все опутаны, мы находимся в этих кольцах, в этой змеи, в этой мае. И мы, находясь в этих кольцах, пытаемся из них выбраться. Мы ищем одно, мы начинаем заниматься йогой, там ищем какие-то психологические опыты, там и так далее, и так далее. И вместо того, и только Гуру Дэ, только Гуру нас может спасти, показать нам правильный путь, спасти нас от этой маи. Вот. И я еще буквально два слова. Two minutes, Максим. Окей? И я хотел сказать, еще буквально уже заканчиваю. Я просто этот пример очень, насколько меня поразил, когда я это услышал. Вот. Гуру Дэв, вся жизнь Гуру Дэва была идеальным примером, идеальной личности. Он был идеальным сыном. Он был идеальным грехаской, когда он был идеальным офицером полиции. Он был идеальным шиши, идеальным учеником, полностью предавшись своему Гуру, полностью предавшись всю свою жизнь, предавшись служению своему Гуру и служению его Мессии. И он был идеальным учителем, духовным учителем, который покорил весь мир своей любовью и своим состраданием. К нам, как высловленным душем. Слава его бесконечна. И эту славу, она будет только увеличиваться с каждым годом, потому что его никто не может до конца осознать, что это за личность. И это будет проявляться постепенно, постепенно, может быть, с поколениями. Слава его бесконечна. Прошу прощения, меня еще просили только сделать одно маленькое объявление. Через месяц к нам приезжает еще один возвышенный башнаб. Шипат Бактивиданта, Ситханте Махараджи. И Кентумухан Прабху просил меня напомнить, что его приезд будет тоже, нужно быть как оплаченный, иначе нам, мы не сможем его принять. Уже плохие билеты и так далее. Я сейчас не помню сумму, там, по-моему, 12 тысяч нужно собрать. Так что вы задумаетесь, постарайтесь за этот месяц набрать эту сумму. Все вместе мы постараемся это сделать. Ари Кришна. Ари Кришна. Ари Кришна. Ху. Дальше. Вы можете говорить? Я? Я. Да. Я. Ты, когда Хипятин, добьётся мороженого, не нужно. Я? Я. Я. Я, я. 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 огромную роль в мировом обществе. Он так повлиял на мир, что мир, конечно, намного изменился с его присутствием. Такие личности, как он, бахстанат Атвами Прабхупада, Бахстан Агьяна Кешова, они действуют в мировом масштабе. Мы так не можем делать, мы слишком незначительны по сравнению с ними. Наша задача – это ориентироваться на них и менять прибежища, определенную личность такого типа и выполнять все его указания. Тогда наша жизнь окажется успешной и не пройдет даром. Обычно простой человек, он разжигает свою жизнь в поиске чувственных удовольствий, но эта задача не для разумного человека. Поэтому тот, кто думает, что он разумен, тогда, значит, он должен передаваться такой личности, чтобы оставить все свои планы на материальную жизнь. Все равно эти планы исполнятся, будут только дни разочарования. Лучше не терять на это время. Просто сдаваться и жить нормальной жизнью духовной. И Гурдев, он как бы поддерживал своих последователей, своих учеников в развитии Бхактии. Он как Брахна создавал, Брахна создавал, и Гурдев тоже создавал. Он создавал Бхактии у своих учеников. Он поддерживал Бхактии, как лично поддерживает материальную вселенную. Также он разрушал Гурдев. Как Шива разрушал материальную вселенную, так Гурдев разрушал Сианатски у своих учеников. И благодаря этому у него появилось очень много последователей, которые обладают жизненностью духовной. Вот таким образом общество очищается и приходит в гармонию. И Гурдев, он также вот показал пример ученика. Он описал одну историю с упоманием. Такой был один преданный. У него был учитель. И у него учили в Амане ходил коров пас. И один раз он пришел вечером, и учитель спрашивает у него, Амане, что это такой толстый? Ты, наверное, молоко пьешь. Да, пью. Тогда учитель говорит, не пей молоко. Ты, наверное, молоко пьешь. Нет, молоко я не пью. Только я слизываю пенку с куртурят. Он тогда Гурдев сказал, Ты больше так не делай. И все. Потом, значит, через какое-то время он не вернулся, домой. И учитель пошел его искать. Искал, искал, вдруг кричит, «Памане, где ты?» Потом он услышал какой-то звук из колодца. И он туда заглянул, смотрит, там у Памане сидят колодцы. Он помог ему выбраться. И спрашивает, что с тобой случилось? «Да вот вы сказали, мне как бы ничего не есть. Я выпил сок одного растения, оно оказалось ядовитым. Я след». Тогда учитель дал ему благословение после этого. Ты очень служил мне. Настолько хорошо, что я тебе даю все благословения, чтобы все знания войдет в твой сердце. И тогда Памане обрел вот это истинное духовное знание в полной мере. Это говорит о том, что именно служа таким образом, беззаветно служа своим учителем, можно именно получить духовное знание, внести духовное знание, настоящее знание в абсолютной истине. И тот, кто служил, служил Гурдеву таким образом, он таким же образом обретает духовное знание. Оно проявляется у него в сердце. И также вот я хотел бы сказать о Гурдеве, что он в этом мире, у него тоже определенная миссия, проповеди, и он как бы следит за тем, чтобы знание духовное, которое по порам перейдет, чтобы оно не искажалось. Потому что сейчас много учителей, которые пытаются искажать это знание, он не дает возможности, чтобы это знание исказилось, и соблюдать чистоту этого знания. И он как бы оставил после себя, оставил многих реализованных учителей, которые тоже как бы стараются служить ему верой и правдой, и соблюдать чистоту знания. Они как бы следуют его как бы миссии, соблюдать чистоту духовного знания. И ноч체적ично, чтобы вы обратили в помещении к问е государственных учителей, где они представляют это поскольку договорenko, какой говорит какой учредитель и того, и это все делать. Радь, калеблитесь Радь 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 Матеша, пропустя. Майзер, Рози? Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДahaTorzok 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 rage И также многие другие места, Шилы Гуру Дева, он ухаживал, он пожертвовал деньги на восстановление Удова Кьяри и Терка Дамбы. И многие места, то есть благодаря Шиле Гуру Дева, эти места, они находятся под хорошей заботой. Также Гуру Дев написал очень много книг. Я не хочу останавливаться, потому что я хочу... Это очень хорошая схема, и по этой схеме любой может прославить Шилу Гуру Дева. Для меня вот эта часть, она касалась первой стороны, что Гуру — это принцип, Гуру — это наша Гуру Парампара, и Гуру Дев — он идеальный представитель всей нашей Гуру Парампары. И вторая часть — это то, что Гуру Дев — это личность. И как раз на этом я хотел бы больше остановиться, что это совершенно уникальная личность. Конечно, мы можем прославлять Шилу Гуру Дева, что он с детства обладал какими-то возвышенными качествами. Он хорошо бегал, далеко прыгал. Но что более важно для меня? Какое качество для меня самое важное? То, что это личность, которая пришла из духовного мира, чтобы забрать меня туда, вызволить меня из этого материального мира. Вот это качество, оно для меня самое важное. Шилу Гуру Дев, то, как и в своём внутреннем служении в духовном мире Шилу Гуру Дев, он собирает цветы, он как спутница Шимати Радхарани. Он собирает цветы, сплетает эту гирлянду и преподносит Шимати Радхарани, чтобы она преподнесла эту гирлянду Кришне. И также в этом мире, в этот мир Шилу Гуру Дев приходит, чтобы собрать цветы всех нас и сплести из них замечательную гирлянду и предложить эту гирлянду Кришне. И Шилу Гуру Дев, у него совершенно беспрецедентно мягкое сердце. Шилу Гуру Дев никогда никого не прогонял. Я знаю другие вайшнавы, но у них такая баба. Они порой прогоняли своих учеников. Шилу Гуру Дев также упоминал в каком-то месте, что человек, если не читает Гайдри какое-то время, то он утрачивает связь с Гуру Девом. Но Гуру Дев как-то один раз сказал, вы можете от меня уйти сто раз, но я никогда вас не оставлю. И были совершенно, я хотел вспомнить некоторые совершенно уникальные случаи, которые Гуру Дева просто как бы вот это вот качество, его мягкость и сердце, они просто его ставят в какое-то уникальное положение. Меня просто поразил случай, который был описан в книге, которая у нас вышла год назад. Может быть, там приводилась биография брата Шилу Гуру Дева. И там описан очень интересный случай. Шилу Гуру Дев, когда он оставил семью, очень многие... А, Шилу Гуру Дев уже встретил своего Гуру Дева, Парам Гуру Дева, но потом он вернулся домой. Вот, и только через какое-то время он опять покинул семью и ушел парам, уже полностью предался к парам Гуру Дева. Вот, и в разговоре со своим братом, Вишанатом Парабу, Шилу Гуру Дев такую вещь сказал. Вишанат Парабу его спрашивает, расскажи, как получилось так, что ты оставил дом и как ты вообще смог оставить всю свою семью? Вот, и Шилу Гуру Дев такую вещь сказал, что я восемь раз пытался уходить из семьи, оставить семью и не мог это сделать. И только когда я собрался в девятый раз это сделать, голос с неба сказал, что если ты сейчас это не сделаешь, то в этой жизни ты уже это не сделаешь. Я долго размышлял над этим фактом, потому что все вишнавы, тем более такого уровня, как Шилу Гуру Дев, знают, что семейная жизнь, это не было повторяться, что ее надо просто оставить как испражнение. Я не мог понять, как это Шилу Гуру Дев не может покинуть семью. Я так понимаю, что это просто результат того, что насколько ему было больно доставить этим фактом, в результате этого события доставить боль всем, кто его любил. И второй случай, который мне показался очень близким, вот с этим случаем, который подтверждает мою мысль, насколько у Гуру Дева было больно доставить своим поступком боль своим близким. Мы знаем, что многие знают, что Шилу Гуру Дев, когда ушел сначала Шилу Тревикра Махараджи, потом ушел в этот же день на Картику Шилу Вамна Махараджи, тогда Гуру Дев сказал, что я уйду в этот же день. И когда в 2010 году у Шилы Гуру Дева случилась лила болезни, все с ужасом ждали вот этот день. Это был день перед днем ухода Бахтида на Савян Парупада. Все думали, что Шилу Гуру Дев оставит их именно в этот же день. Вот. И с утра Гуру Дев чувствовал, как вот рассказывали, Гуру Дев чувствовал себя очень плохо, и все думали, что он уйдет в этот день. Но где-то в концу дня Гуру Дев, ну как бы, пришел во внешнее чувство и сказал, я знаю, что вы очень не хотите, чтобы я ушел, и поэтому я останусь. И потом, и Картика благополучно закончилась вместе со Шилой Гуру Девом. Но поскольку Гуру Дев, не знаю, наверное, дал какое-то внутреннее обещание так или иначе уйти в день своего близкого духовного брата Шилу Бахтиданта Вамна Махараджи, то в декабре, мы знаем, это было, по-моему, 29 декабря, да, это был день явления Шилы Бахтиданта Вамна Махараджи. И мне просто рассказывали преданные, которым рассказывал Бринда Диди, которая супруга Браджанарха Прабху. И она сказала, что это было просто как, вот подобно тому, как когда Кришна явился, Йога Майя покрыла всех, и все просто заснули. То же самое, в этот день все буквально, она говорит, буквально Йога Майя покрыла всех, и все просто забыли, что это день явления Шилы Бахтиданта Вамны Махараджи. И они вспомнили только, когда пришло вот это известие, что Шилы Гуру Дэв ушел. И вы посмотрите, насколько Гуру Дэв милостив. На самом деле, все Вайшнавы, для них очень важно уйти вместе с Картиком. Мы знаем, как много Вайшнавов ушло в этот месяц. И я думаю, что для Гуру Дэв это тоже было очень важно. Хотя он и так личность, достигшая совершенства. Но так или иначе. И ради того, чтобы Картика благополучно закончилась, чтобы потом уже многие преданные разъехались, то есть не было столько боли. Поэтому Шилы Гуру Дэв, хотя он может уйти... Мы видим, что Шилы Гуру Дэв, он может уйти вместе, он может уйти в любой момент. И он ушел вот в тот день, тоже в день, связанный с Шилой Вакцинатой Вамны Махараджи. Вот. Ну, можно просто еще буквально... Можно тоже еще вот, я хотел 2-3 случая, которые иллюстрируют, насколько Шилы Гуру Дэв имеет мягкое сердце. Я в Москве тоже приводил этот пример. Один Саньяси, Двананда Гаудимак, его были готовы выгнать. Поскольку он там что-то такое делал, что ему очень не нравилось. Вот. И Шилы Гуру Дэв сказал, что если вы его выгоните, то я тоже уйду. Вот. Потому что... Что значит выгнать? А, он говорил, что эта Джива, она многие жизни шла к тому, чтобы встретиться с преданными. Если вы его выгоните, то она уйдет в мае. И будет дальше в этой колесе самсары в многие-многие жизни. Вот. Даже несмотря на то, что он совершал какие-то там поступки. Вот. И он действовал точно так же, как его Шилы Гуру Дэв, Бхакти Прагнен Кеша Касай Махараш, в такой же ситуации. И в другой случае, когда Шилы Гуру Дэв, я тоже это говорил, упомянул, один раз собралось много преданных. И они сидели, пели киртан и ждали Гуру Дэв. И потом стало известно, что Шилы Гуру Дэв уехал куда-то на свадьбу. Вот. И они сидели три часа ждали. Вот. И потом, когда приехал Шилы Гуру Дэв, он сказал, что вы не думайте, что вот ради вас я куда-то на свадьбу поехал. Вот. Просто вы уже пришли ко мне. А они еще нет. Поэтому я сам поехал за ними. Вот. Мы можем видеть, что Шилы Гуру Дэв, он действует как Нитянанда Прагу, который тоже стучался ко всем в двери и просил принять этот процесс. Если перед ним двери закрывались, он в окно, он впрыгивал в окно и повторял, пожалуйста, повторяйте святое дни. Вот. И просто в конце я просто хочу попросить благословений, чтобы все благословили, чтобы я в этой жизни обрел милость своего возлюбленного Гуру Дэва и обрел то, что он так хочет нам всем дать. От нас просто требуются какие-то небольшие усилия, и мы просто не представляем, какой милостный нам пройдем, поскольку сам Гуру Дэв очень хочет нам это все дать. Вот. Вончиков, кто пиздяк. Здесь только моих старших братьев и сестер, я самый молодой. Продолжение следует... Прежде всего я хочу подложить свои смиренные и обочтительные поклоны моему Гуру Дэву, моему дорогому Викши Гуру, Шибак Тимдан Тимарами, Досвай Махараджу, а также всеми шибуру варги, всеми шибуру варги, всей нашей группы Арамперы, всем моим дорогим братьям, сестрам, всем Вайшнавам, прошлому, настоящего будущего, всем гостям, конечно, шибуру в бутильданте, Шиба Махараджу. По милости Расика Вайшнава мы имеем возможность проводить такие замечательные праздники, как Анукут Махотсов или Веса Пуджа, независимо от их календарного положения, потому что у Расика Вайшнава Бхакти не по календарю. Бхакти имеет принцип переходить из сердца в сердце. Когда приезжает Расика Вайшнава, у нас появляется замечательная возможность обрести особую милость таких личностей, как мой дорогой воздуховый учитель. Замечательный принцип, как мы уже говорили, я хотел бы отметить, что при прославлении, да, возможно, кому-то бывает впервые сложно выступать, сложно говорить, но, как уже отметили мои старшие братья, можно руководствоваться какими-то принципами. И один из замечательных принципов, который для меня, например, очень важен, это определиться не то чтобы своими впечатлениями, а именно важностью, важностью встречи с такой личностью, как Шрила Гуру Дэв. И я хотел бы отметить важность в своей жизни, да, что же, кем же для меня стал Шрила Гуру Дэв. Конечно, невероятно сложно, практически невозможно прославить эту личность запредельного порядка простым языком, более того, таким косноязычным, грубой речью. Но, тем не менее, мы часто произносим праноматру Шрила Гуру Дэва, да, и там есть слова «Аудария Матвия», «Аудария» — это слово, которое обозначает милосердие, милосердие, вместилище милосердие. Огромное сердце Шрила Гуру Дэва, которое было полно любви и милосердия, которое он даровал независимо от положения человека, независимо от отношения человека, будь то к индийской культуре, будь то к представителям этой культуры, не важно, сколькими достояниями человек обладал или же недостатками, это милосердие, это сострадание, оно велось через край, и сейчас мы можем это почувствовать. Когда Шрила Гуру Дэв стал, как сказать, ушел в непроявленные игры, да, я так выражусь, может быть, это не совсем правильно, его влияние на жизнь стало ближе, я слышал это от многих его учеников. Он стал как будто бы ближе, и куда бы ум ни стремился, в какие бы дебри он ни захотел уйти, Шрила Гуру Дэв как будто бы стал ближе и стал оказывать непосредственное влияние на то, куда направлены наши желания, на то, чего мы хотим на самом деле. И вспоминая свою жизнь, пусть это незначительное, может быть, незначительный шажок на пути Бахти, да, но он был сделан все-таки благодаря Шриле Гуру Дэву, благодаря тому, что, как уже, опять же повторюсь, как, видимо, старшие братья, это как сам Нитинанда Прабу, который стучался в дверь, и также Шрила Гуру Дэв, он приехал, не я к нему шел, не я к нему ехал, он приехал непосредственно туда, совсем близко к тому месту, где я находился в тот момент, и благодаря тому, благодаря тому, что Шрила Гуру Дэв приехал, он как будто бы позвал эти души, среди которых взялся я. И также я хотел бы отметить в конце, я хотел бы сказать, что одно из важнейших качеств, очень много уже, очень много прославляли Шрил Гуру Дэва до меня, и об многих качествах прекрасных и возвышенных говорили, тем не менее, я отмечу качество менять сердца, менять сердца людей, где бы ни находился Шрил Гуру Дэв, он это делал каждую секунду, особенно с теми, кто его повстречал на своем жизненном пути. Шрил Гуру Дэва, Кий Джай, Юсчандарам Махрач, Кий Джай, Юга Ачария, Шрил Гуру Дэва, Кий Джай, Детапауна, Шрил Гуру Дэва, Кий Джай. Шрил Гуру Дэва, Кий Джай, Юсчандарам Махач, 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 К Прежде всего, я приношу свою бесчестную додават пранам, пыли лотосных сток моего воздумья, шикши и дикши гуру дэвэ, нитири, правишнав, мишвапа, таштатаршата, шишина, подкредаты на району, с вами махарач, такие же бесчестные поклоны я приношу пыли лотосных сток по их шикшакуру, все руконогу гуру варгес, все вайшнав, вайшнави, собравшимся здесь, под руководством шикады, считай, махарач, всем моим старшим братьям и сестрам, всем гостям, пожалуйста, благословите, я молюсь стопам гуру дэвэ, чтобы он позволил мне какую-то каплю прославить его величие, его славу, его красоту. Я хочу рассказать, как я... Очень многие слышали эту историю, простите меня, что я каждый раз рассказываю, но я хочу еще раз рассказать ее. Как я встретился с гуру дэвом. В 2008 году на фестивале в Одессе я уже два года читал пранам мантру гуру дэву, и шоу всегда шли дожди, было очень холодно, по милости, никто не загорал на фраже. И гуру дэв остановился в одном корпусе, и на четвертом этаже на следующий день должна была быть инициация. И гуру дэв остановился на втором этаже, а на четвертом этаже преданные должны были дать мне пушпу, чтобы я как-то украсил свое подношение до гуру. И я взял эти лепестки, и спускаясь, я перепутал пролеты, я думал, что я на первом этаже, и выхожу на улицу, и по милости гуру дэву, гуру дэв даровал мне свой даршин, я зашел в холл второго этажа, и гуру дэв был абсолютно один, на его руке был мешочек с джапомалой, он повторялся это именно. Когда гуру дэв приехал, я в Раджанат правую мадалмухарач вели его, я подумал, ну да, какой-то старенький дедушка индийский, но уже два года потерянный, я читаю ему про нам мантру, до этого шесть лет из кон, ну что делать, приму, да. И тут гуру дэв, он просто показал, кто чуть-чуть приоткрыл мне эту щелочку, какая-то вспышка была, гуру дэв показал. Намекнул на своё истинное положение. Я не могу это описать словами, что я почувствовал, но это был, во-первых, это был как страх. Это был страх не как перед какой-то опасностью, что меня могут убить или что-то сделать со мной, но это был страх перед маленькой песчинкой, перед огромной горой. Гуру дэв казался просто необъятным. Вот этот старичок, которого утром я встретил, старенький индийский саньяс, теперь это... Я был каким-то маленьким сморщенным существом, а он был прекрасным, величественным передо мной. Я просто стоял и дрожал. Гуру дэв очень пристально на меня смотрел. Я понял, что теперь всё моё чёрное сердце знают три личности — я, Господь и ещё вот Он. Мне было так страшно от этого, потому что я знаю своё сердце. И я не мог представить, что на следующий день Гуру дэв он даст мне прибежище. И до сих пор я не могу представить, как Он мне это дал, зная моё сердце. Я ощущаю себя сейчас... И если такое случается, по его милости, что у меня из моего сухого сердца выкатывается одна слеза, то только по одной причине — потому что я ощущаю себя пьявкой на теле Гуру дэв, которая присосалась, сосёт и сосёт из него, и ничего больше не делать. Я ощущаю себя паразитом. Вот. Я прошу вашей милости, милости всех ващнаов, чтобы хоть как-то отблагодарить, хоть на крупицу, хоть каплю из океана отблагодарить Гуру дэв за такой бесценный дар, как его даршин, его санга. И сейчас, когда Гуру дэв ушёл в Нитя Лила, я жалею только об одном — то, что я не сделал всё, что я не... Как в шутку Гуру дэв всегда говорил, украдите, продайте, сделайте всё, что угодно, но приезжайте ко мне. Я жалею только об этом, то, что я не сделал всё, я не отдал всё, чтобы быть рядом с ним. Поэтому для вас, кто принял сейчас инициацию у Шидар Махараджа, у Бон Махараджа, Тирти Махараджа, Мадвы Махараджа, кто является учениками Шипат Примананды Прабху, все они являются шахтой Гуру дэв. Вы все мои Гуру-братья, Гуру-сёстры, вы все ученики моего Гуру-дэва. И у вас есть такая возможность находиться рядом со своим Гуру. Не теряйте её, будьте каждую секунду, каждую секунду слушайте из их лотосных уст Харикатху. Пожалуйста, не будьте таким же неудачником, как я. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Я встретила Гуру-дэва, когда я случайно приезжала мимо, и нам негде было остановиться. И мы случайно были на то место, совершенно не зная, что там проходит фестиваль Гуру-дэва, и что он в последний раз приедет тогда в Россию туда. Вот и... Нет совершенно никаких разумительных слов, чтобы не описать ту встречу, не передать его величие. и можно сказать только необъяснимой милости, которую невозможно охватить умом, что всем нам повезло в какой-то степени соприкоснуться с Гуру-дэвом и хранить память о нем в своем сердце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 и он не может научиться к киртану. Так что бхаза как киртану. Так что бхаза-мирданга, очень красивая. Мирданга тоже очень красивая. Это бхаза-мирданга. Есть три вида мирданга. Есть обычная мирданга, есть бригад мирданга, есть живая мирданга, которая сама еще ходит и поет. И в Шилагураде, он был живым мирдангом. У него был необычайно сладостный голос. У многих из вас есть его запись о том, как он пел. Магарадж говорит, когда я пришел в мат, в первый раз, я увидел, что в других гаудематхах они только читают дамадараш, намамешвар и все. И потом он услышал о том, как сладостно, как глубоко поет Шилагураде, намамешвар, сочетананан за ухом. И Гураде было лучшим киртаней, когда кто-то приходил учиться к Парам Гурадеу, то Парам Гурадеу, Шилагураде, всегда посылал учиться, иди, говорит, Гуранарайну, он научит тебя киртану. То есть Гуранарайна это Шилагураде. Да, второе, это Грият Мирдан. Грият Мирдан, Грият Мирдан, это скриптур, Гурадеу, это хинди-хаси, 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 не знал ни Говрия, ни скриптур, хинди-хангаси, хинди-хаси, эту хинди-хаси, Друзья, что я говорил, что в Бурдаве, так много структур вы можете просить, и также здесь есть комметрии, как комметрии Гитая, если вы вырадите это, это Гурдава комметрии, и в Бхазан, Гурдав комметрии, это Копиги, если вы видите, он в Бхазан, Продолжение следует... 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 У всех возвышенных преданных они все молятся к Гирираджу Говардану. И Гирирадж Говардан выступает в двух словах. И как сама верховная личность Бога, исполняющая желание, и как преданный слуга, который учит служить Господом. Его название Говардан. Гов, meaning гопи. Гов, meaning cow. Гов, meaning го. Гов, meaning senses. Говардан, meaning who is doing service to everybody's service. Everybody. All Brajavas take power from there, food from there, honey from there, sugar candy from there, cow grazing there, grass, and they give milk by producing milk, able to not be sweet. So it is a Govардhan. It means he also completely satisfies Krishna's senses, you know. Krishna says, why? Because Prava, the Mother-in-law, and then he says, when you see pastime, Giri-Raj Govardhan. And when Krishna carries Giri-Raj Govardhan, then all Braj-gobi, Brajavasi coming there, then Krishna meets to all Braj-gobi, Brajavasi, and he also does so much help this Rasa-in-law, how much faster Rasa-in-law. So many. So many, many werden. He giri-ra-ji Vardhan Кому нужна очень сочная, мягкая трава, даже если это Камадгену, тогда Гавардан снабжает, даёт очень мягкую траву, ему тогда у него процветающее молочное хозяйство на Галоке. Как Гавардан служит мальчикам-пастушкам, там всегда есть самые вкусные коренья, самые вкусные улья с лёдом, самые вкусные цветы, всё самое интересное и вкусное там находится. Как он служит гофе, Гавардан предоставляет безумно красивые пещеры, которые даже во сне не могут присниться. И Гавардан, кроме того, был инструментом, чтобы Кришна устроил огромный, грандиозный праздник по всему Вриндавана, чтобы там собрались вообще все, весь Вриндаван, от мала до велика, чтобы был большой-большой праздник на целую неделю, всё так, как хочет Кришна, и без всяких условностей. Кришнас Махарат, Ки-джар, ки-джар, Ки-джар. ПЕСНЯ Ты не можешь по-твоему сражаться. Ты можешь по-твоему сражаться Гривадхи, и мне есть все. Все они могут обращать. Материал, истинно. Материал, истинно. Он спрашивает о том, что Кришна может быть что-нибудь. Он сможет все. Сочи. Чувакурдхи рассказывал о том, что Гривадхи, он сарва-бхиста. Он исполняет все желания, абсолютно все. И поэтому у человека, Кришна говорит, всегда поклоняйтесь моему гераджу-гвардану, он исполнит всё-всё-всё. Некоторые люди, они идут к гераджу-гвардану, если у них нет дома, они выстраивают целый небоскрёб из этих гвардан-шил, чтобы показать, намекнуть гераджу-гвардану о том, чего они хотят, для чего они пришли на эту, собственно говоря, гвардан-парикраму. Некоторые люди приходят туда, чтобы, если не могут выйти, выдать замуж, женить своих дочерей, сыновей, тогда начинают сплетать веточки и намекать гвардану о том, что вот, надо. Некоторые идут туда, разговаривают о каких-то других целях, но у человека вроде объясняют, что гвардану, конечно, легко исполнить эти все материальные желания. Но самое важное, это когда спрашивают у них трансцендентные желания. Вот тут вот гвардан задумается и даст не сразу его. Он способен не только наши крошечные желания исполнять, он способен исполнять желания самого Кришна. И когда в Раджавасе принесли свои подношения к Ираджу Магадану, и когда в Раджавасе принесли свои подношения к Ираджу Магадану, и поклонялись ему, то Гирадж Магадану появился прямо во всем своем, во всей своей красе перед ними. Все это принял и сказав о том, что каждый, кто предложил мне хотя бы одно зерно, уже больше никогда ни в чем нуждаться, ни в кровле, ни в пище, ни в любом другом достатке. Харишва, сегодня мы также делаем РАТИ, после того, как мы делаем Гирирад Парикама, и Харибол Инду Мохану Программ. Харибол Инду Мохану Программ. Мне закрытые Deusы просто дал servir мне. Теперь я смог сделать домам вот эту комнату, чтобы Zoom Filhar палец, нам нужно теперь сделать для110 же Голова-Бринтавана, Магараши попал в Мохана Прагу для того, чтобы обратиться к преданным. Он говорит, это замечательное место Санкт-Петербурга, здесь очень много старших преданных. И самое важное то, что нужно сделать этот центр Санкт-Петербурга, как, возможно, центр всей Сангии. И здесь, безусловно, нужен хороший центр, хороший ашрам, хороший храм. Дарма Гарадзи говорит о том, что Кришна обещает, Кришна обещает, говорит, что если хоть тот человек, который мне даст хотя бы один кирпич в мой храм, я для него построю дворец на Галойке. Кришна обещает. Если бы мы задействовали свои возможности, физические, навыки в организации, профессиональные, как угодно, для того, чтобы сделать большой ашрам, реальный ашрам Шива Гурадева. То есть ашрам обозначает место отдыха, место отдыха для души. Ашрам не принадлежит кому-то. Ашрам означает для всех преданных, куда преданные могут прийти и чувствовать себя очень расслабленно, для того, чтобы была возможность приводить много людей, чтобы давать всем возможность послушать эту харикадху. Если все преданные, они каждый на своем уровне, потому что кто-то может хорошо просить деньги, кто-то может хорошо представлять, кто-то может укрепиться. тем или иным, то Кришна обязательно все это даст. Хорошо. Все, как в Киртан, в Харигатах, то ваша духовная жизнь тоже интересна. В Харигатах говорит, что я верю здесь очень много майя. И как можно стать сильным в Баджжи? Если будет действительно хороший, большой центр, тогда там можно посещать все утренние, вечерние программы. И от этого Баджжи он в эту силу духовно более сильными будет. И здесь в центре Майя, даже в городе Майя. Майя хия у аутсайдера. Майя inside у аутсайдера. Майя уже везде. Майя ехия в Баджжи. Майя есть наиболее. Майя есть наиболее, и обязательно находиться в Баджжи. Продолжение следует... 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 И потому моё служение Тебе, это ты иди и работай на этой своей высокодолженностной службе. И благодаря этому, что тогда бы Сарасович, несмотря на то, что он захотел против Прокупади и предаться ему, как Брамачан, Прокупада сказал, что ты должен там работать. И вот на эти деньги, на эти деньги было построено много, хватало на одну рупию, тогда хватало полностью обеспечения всего.